так всем привет что-то с первой попытки не получилось подключиться так и сейчас не подключилась походу так ага все вижу подключение пошло привет ребят тут смотрю кишиневе проходят события интересные решил высказать свое мнение так вижу кишинев вижу нашу диас про вижу север качество связи нормально ребят так ну ребят не буду долго задерживать вашего внимания значит те кто не подключились подключиться позже либо в процессе посмотрят в записи собственно говоря о чем хотел поговорить я готовлю большой прямой эфир на следующей неделе в среду у нас будет я думаю что длинное интервью значит бельскому телевидению телеканалу бтв значит об этом я информацию там либо я либо на сайте канала не отдельно как бы вас известят я хочу подвести кое-какие итоги я хочу с вами поговорить о выборах бельсах тем но сегодня исходя из того что маркишнева дарин киртока подал в отставку значит не могу ждать среды тем более что ближайшие дни так понимаю может произойти уже там очень много событий причем абсолютно разных и так понделек прямом эфире программе политика я сказал о том что падаю в отставку то же самое порекомендовал сделать мару кишнева киртока и президенту дадону значит киртока в начале там сказал что он как-то держится и так далее хотя я четко говорю чтобы избавить кишиневцев от сильвера до ставленца плохотнюка значит если он падает в отставку то игра ломается и как бы будут досрочные выборы в кишиневе но получается в бельсах они уже как бы и так будут муниципальный совет вчера принял мою отставку документы уже в цыке бельсах мы будем бороться у нас абсолютно разная ситуация потому что в кишиневе вы знаете как относится к мэру города но сегодня не об этом мы будем бороться в бельсах и потому что мы там должны закончить начато значит в среду в моем интервью мы отдельно поговорим с вами о всяких негодяях значит тут не одна фраза понравилась в саакашвили даже посмотрел видеоклип про барыг хочу вам сказать что я полностью согласен с фразой барыги касаемо некоторых там но мы не будем разбираться с барыгами за пределами страны нам бы со своими разобраться так вот есть ряд барыг это фрам усаки ведущий телеканала prime и другие обслуживающие медиахолдинг плохотнюка те которые а плохотнюка ждет то же самое что когда-то было чушеску в румынии все те журналисты которые его восхваляли восхваляли с утра до ночи значит им эти же с пены у рта рассказывали про его расстрел вот но это отдельная тема касаемо кишинева значит если киртуака подал в отставку для того чтобы нарушить планы плохотнюка это одна история но те самоски которые получил есть люди которые общаются и с демократами и социалистами значит имейте ввиду что мы много раз вами говорили о досрочных парламентских выборах и если отставка киртуака согласованная с плохотняком то тут может быть что-то очень интересное а именно могут быть досрочные парламентские выборы в один день с досрочными получается местными понимаете чтобы разбавить ситуацию потому что в бельцах мы плохотнюку не дадим взять город на выборах я уверен кишиневе наш кандидат кандидат гражданского общества но точно пролете будет опять плохишь поэтому чтобы как-то размазать ситуацию не дать всем мобилизоваться и бельцах и кишиневе я уверен что они могут плохотнюк с додоном найти претекст причем могут даже до дона там делать победителем и могут попытаться провести их двадцатого мая в один день с досрочными местными потому что они паникуют после моего заявления касаемо бельц они не были готовы к такому развороту они там собирается собирались марте провести суд какой-то по мне а че готовят там очередные там свои боевики но об этом тоже другой раз поэтому сегодня они считают что к выборам готовы только социалисты демократа они сейчас полном партнерстве и по к нейтральным кандидатами по партийными так далее пока моя санду переговорах там с андреем астаса моя санду хочет чтобы в списке было два места ее третья платформа там и так далее плюс у мая там кучу претензий в нашу сторону но моя мне кажется больше понты колотит понимаете чем хочет реально свергнуть плохотнюка исходя из ее поведение по крайней мере это поведение не взрослого политика просто такой вечно обиженный там отмороженной тетей но в чем-то они правы как они считают да что к выборам готовы только социалисты демократы и нужно провести их побыстрее чтобы не успели подготовиться все реально оппозиционные партии к выборам которые пройдут осенью плюс 18 марта будет жестко жесткое заявление венецианской комиссии значит где они выйдут еще раз четко скажут что молдаване ничего не выполнили я имею ввиду плохотнюковские молдаване и его бандиты которые руководят страной значит и и европейцы и американцы высказались а до осени они могут высказаться еще пять раз очень жестко и могут плохотнюка даже нагнуть заставить отменить эту смешанную систему а если нагнут плохотнюка до дома как-то сам по себе согнется понимаете поэтому чтобы не дать возможность чтобы на них влияли внешние партнеры чтобы не дать подготовиться к выборам на значит они как бы ему могут выборы как я уже говорил провести их досрочно поэтому я видел вот статус дмитрий алексеевича чубашенко vision тоже онлайн там может быть следующий филипп дмитрий алексеевич филипп как раз если подаст в отставку то подаст потому что его об этом попросит плохишь потому что еще раз скажу они считают что к выборам готовы только они вот как бы говорят то что я хотел вам сказать поэтому я призываю всех наших сторонников быть готовы к абсолютно разным сценариям потому что события могут развиваться намного быстрее чем мы даже с вами себе это представляем поэтому скоро мы поймем м если киртуака подал реально в отставку чтобы не дать плохотнику сильвераду рулить городом то у киртуака тебе за это дарил конечно респект как бы получается что ты все-таки хорошее что-то смог сделать вот если ты пошел в заговор с плохишом и для того чтобы наоборот отвлечь в очередное разнимание от бельс и мы увидим комбинацию с досрочно парламентским ну окей значит мы готовы будем к любым сценариям поэтому ребят всем хорошего вечера вам хороших выходных на следующей неделе очень большое интервью на после которого я уверен что у вас вопросов ко мне точно не останется не по бельцам не связано с тем что нас ждет там ближайшие полгода год поэтому ребят все вас люблю хорошего вечера делайте пожалуйста репосты те у которых есть возможность увидимся тогда в среду прямом эфире на бтв если ничего срочного и серьезного до среду в молдове не произойдет все ребят пока